7 класс 13 серия построение прямых углов на местности для построения прямых углов на местности используются специальные приборы наиболее простой такой прибор и кир в чем пикер можно даже сделать самостоятельно два деревянных бруска и вбиваются на концах этих брусков гвозди гвозди необходимы для построения лучей перпендикулярных и вот на этих перпендикулярных лучах устанавливаются вехи более сложный современный прибор который используется в геодезии называется теодолит вы видите на картинке этот прибор первая задача из вершины развернутого угла проведены 4 луча которые делят его на 5 равных частей перпендикулярно ли бисектриса среднего угла сторонам развернутого угла и так развернутый угол 180 градусов разделили на 5 равных частей 180 делим на 5 получается 36 значит градусная мера каждого из этих углов 36 градусов бисектриса среднего угла давайте мы ее покажем зеленым цветом бисектриса вот это луч делящий средний угол пополам если 36 разделить пополам то получится 18 ну а теперь давайте сосчитаем какова же градусная мера вот этого то есть какой угол образует бисектриса среднего угла вот с этой стороной развернутого 36 плюс 36 и плюс 18 получается 90 значит бисектриса будет перпендикулярно и этой стороне и этой потому что 180 минус 90 тоже будет 90 вторая задача лежат ли бисектрисы смежных углов на одной прямой и так бисектриса это луч делящий угол пополам допустим это одна бисектриса а это другая бисектриса бисектрисы смежных углов не могут лежать на одной прямой потому что в сумме смежные углы составляют 180 градусов а если построить бисектрису одного и другого то угол который образуют бисектрисы смежных углов будет равен половине развернутого 90 градусов но никак не 180 значит ответ нет не лежат на одной прямой третья задача из точки о проведены лучи о а о б и о ц и луч о б перпендикулярен лучу о а луч о ц и внутри угла а угол образованный бисектрисами угла а у б и б о ц равен 15 градусов красным цветом на рисунке показаны вот эти бисектрисы значит о n это бисектриса прямого угла а у б а о м это бисектриса угла б о ц так вот этот угол который образует бисектрис образованной бисектрисами равен 15 градусам надо найти градусную меру угла c о б и так по условию задачи известно что угол а о б прямой а у n это бисектриса бисектриса делит угол пополам значит мы можем сразу сказать что вот этот угол будет 45 градусов и этот угол тоже 45 градусов значит угол n об 45 градусов так теперь давайте рассмотрим угол м о б мы выяснили что n об 45 градусов по условию задачи угол образованный бисектрисами бисектрисами 15 градусов 45 минус 15 30 значит угол м о б 30 градусов так вопрос задачи угол угол c о б поскольку о м это бисектриса угла угол c о б значит угол c о м тоже будет равен 30 градусам а угол c о б еще два раза по 30 60 ответ 60 градусов четвертая задача сумма двух углов треугольника 140 градусов один из этих углов меньше другого на 40 является ли треугольник прямоугольным так давайте обозначим градусную меру меньшего угла за x градусов тот который больше вот он больше на 40 x плюс 40 сумме эти два угла составляют 140 значит решаем уравнение находим x x равен 50 а другой угол тот который больше на 40 90 один из углов треугольника 90 градусов значит данный треугольник будет прямоугольным ответ да является 100 градусов 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 100 градусов